Сегодня в выпуске. Жители деревень Пудуфой выступили против строительства кладбища рядом с ними. И один день из жизни уфимских уличных музыкантов. Рассказываем, как они живут и о чем мечтают. В Башкирии впервые пройдет ультрамарафон на 100 километров по горам. На 29 июля общее число зараженных коронавирусом в мире составило около 17 миллионов человек. 10 миллионов излечились, более 650 тысяч погибли. В России зафиксировано более 800 тысяч случаев заболевания. Выздоровело на данный момент 620 тысяч человек. И более 13 тысяч умерли. Что касается Башкирии, то за сутки прибавилось 35 подтвержденных результата COVID-19. Так, в республике зарегистрировано 6675 случаев заражения. 5025 человек выздоровело, 22 умерло. Скоро на месте этого поля может появиться кладбище. По проекту оно будет располагаться в 30 километрах от Уфы в Миловском сельсовете и займет 40 гектаров. Однако против такого соседства выступили жители ближайших деревень. Народ, преисполненный гневом, двинулся на общественные слушания в местный дворец культуры. Перед входом антисептик на руки, измерение температуры. Правда, о социальной дистанции все забыли. После регистрации все устремились в зал. Однако камерам здесь были не рады. Это общественное слушание? Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Есть закон о СМИ, который разносит... Есть много случаев законов, я не знаю. С трудом преодолев фейс-контроль, мы все-таки попали на слушание. Однако слушать кого-то из-за царящего ора было невозможно. 40 гектаров не помнили. Давайте всем дали. Нет, мы реально попробуем. Не объясните, что за санитарные доны. Когда шум улегся, мы узнали, что проект кладбища заказала МУП-комбинат специализированного обслуживания. Это муниципальное предприятие, которое организует похороны и связанные с ними услуги. Проект создали специалисты башкир-граждан проекта. Мы сейчас обсуждаем с вами размещение. А самое дальнейшее, что там будет, инженерное изыскание, это проводится в последующем. То есть выполняется отдельный проект планировки, проект наживания. Собравшихся жителей очень расстроило, что им не предоставили экологическую экспертизу и другие документы. По словам старожил, та же военная отказалась размещать здесь свои объекты. Мы знаем прекрасно, что залегание грунтовых вод там выше, чем 2 метра. По СНИКу мы знаем, что запрещено размещать кладбище, если грунтовые воды залегают на этой глубине. Опять же, не учтен рельеф территории. То есть рельеф участка предполагаемого под кладбище, он как раз идет в сторону наших садовых товариществ. Деревень на Чапкино, лесной. Опять же, непонятная ситуация по закорстованности. То есть эта территория мы Уфы и в частности Уфимского района знаем, что она вся закорстована, и что там будут провалы, там еще какие-то. Ну, здесь явная, конечно, недоработка проектной организации. Два года назад бывший мэр Уфы Эрик Елалов признался, что ресурс столичных кладбищ истощен. По его словам, город безуспешно пытается получить территорию под захоронением. К тому же против этого сельские поселения, расположенные рядом с Уфой. К прилегающие районы делают все для того, чтобы, значит, этого решения не было принято. Да, делают в ходе того, что, значит, организовывают протесты населения, организованные протесты населения. Вернемся в 2020-й. Тот, кто должен был ответить на все вопросы жителей, просто не пришел на слушание. Почему заказчик проигнорировал людей, проектировщиков и администрацию сельсовета, неизвестно. В комбинате спецобслуживания от комментариев отказались. К сожалению, интервью мы не даем. Обращайтесь в прослужбу администрации города. Мы направили соответствующий запрос в мэрию. Тем временем все жители проголосовали против строительства кладбища рядом с их домами. Мы выслушали все мнения граждан. И, соответственно, при вынесении решения данные мнения будут учтены. По протоколе должны все мнения, которые высказались, представились люди, все мнения будут учтены и записаны в протоколе. Дальнейшую судьбу кладбища будет решать сельсовет. Впрочем, его постановление не должно быть чем-то сенсационным. На слушаниях глава сельского поселения Мусавир Шабиев публично выступил против размещения погоста на его вотчине. Андрей Шарыгин, Лилия Галямова и Руслан Габидулин. Городской телеканал ЮТВ. Приглушенный свет и отличная акустика. Похоже на профессиональную сцену, но это простой подземный переход, а единственные его артисты – это уличные музыканты. Мы пообщались с некоторыми из них, чтобы узнать, чем они живут и что заставляет их каждый день брать инструмент и спускаться в прохладную уфимскую подземку. Я пришел с армии, и мне вот еще до армии всегда хотелось попробовать, потому что я гулял по городу, ходил, смотрел. Мне захотелось попробовать, что это вообще такое, интересно стало. И вот после армии я как-то с другом спустился. Я помню, тогда еще зима была, холодно было. У нас был усилитель на батарейках, и мы пели под минуса песни. Я самоучка по большей части, но в самом-самом начале я ходил заниматься на курсы. Ну, не скажу, что они мне что-то дали, но какую-то базу, возможно, но в основном самоучка. Изначально было ради интереса, а сейчас, ну, и для души, конечно, тоже, но и для денег. Я живу только музыкой, только играю, зарабатываю этим на жизнь. Родные хорошо к этому относятся. Поначалу они удивились, когда узнали, а сейчас все нормально. В пустынной улице поет, с тобой куда-то мы идем. Я к нему отбываю, конфеты ешь, и светит фонаридом. Уфа крайне богата на уличных музыкантов. А вот мест, где можно поиграть, на всех не хватает. В городе всего 14 подземных переходов. Некоторые из них закрыты, а другие принято обходить стороной. Барки и открытые пространства тоже подходят не для всех. Поэтому у музыкантов появился негласный свод правил, который помогает им жить в мире и делить дефицитное место по справедливости. Улицы и переход, они чем отличаются? То, что в переходе не приходится сильно напрягать голос, чтобы не травмировать его. А на улице нужно оборудование. Если есть оборудование, можно и на улице поиграть. Ну, какие порядки у нас в переходе? Между музыкантами, товарищества. Все друг друга знают, все друг с другом общаются. И всегда обо всем можно договориться. Ты приходишь, если пусто, ты встаешь, играешь. Если кто-то стоит, ну, ты с ним договариваешься, там есть определенные отрезки времени. Ну, по часу, по полтора, чтобы не наглеть особо, потому что играть хотят все, людей достаточно много. Ну, главное, человеком оставаться, и все будет хорошо. Времена меняются, вместе с ними меняются и вкусы. Но у каждого музыканта в запасе есть песни, которые были и будут близки людям. Главное, не заигрываться и помнить о законе, который выше порядков сообщества. Я так хочу тебя взять, где ты, мое солнце, и дай огня. Наверное, самое популярное, это все-таки русский рок старенький. Старенькая попса. Потому что чаще, даже вот у людей спрашиваешь, а что вам сыграть? И чаще они отвечают, а давай Цоя. Давай вот что-нибудь такое старенькое, что знают все. С законом проблем нет, в принципе. Если только играть на улице, там закон о тишине, но до 23.00 проблем никаких. После 23.00, возможно, может подойти полиция, сказать, что все, ребята, закругляйтесь, время 11. Но так было далеко не всегда. Еще каких-то 30 лет назад выйти на улицу с гитарой было небезопасно. Поэтому и музыкантов было в разы меньше. Об этом нам рассказал тот, кто стоял у истоков уличной музыки в Уфе. Раньше коленки тряслись, конечно, но это был далекий 91-й год. Я впервые вышел в подземный переход в Алмате, там, где я учился на художника-мультипликатора. Не по конкурсу учился на художника-мультипликатора. То, естественно, у меня стипендий не было. И поэтому нужно было на что-то существовать. 92-й год я уже здесь играл и на центральном рынке. Были отморозки, которые просто подходили толпой и просто собирали у тебя деньги. Знаешь, ты не мог ничего сделать. Ну, потому что, во-первых, инструмент дорогой. Да, а во-вторых, ну, смысл какой сейчас я из-за этих денег, сейчас кости мне переломают и все такое. Было время, когда нас просто гоняла милиция. Что-то вот прям конкретно. В некоторых странах Европы профессия уличного музыканта является вполне обычной. Так в городах Германии власти организовали прослушивание для желающих играть на улице. По результатам конкурса Трубадурам выдается лицензия, которая позволяет играть в строго отведенных местах. Эта система отсеивает тех, кто не блещет талантом и помогает настоящим мастерам. Но приживется ли такой порядок в Уфе? Я думаю, если такое появится у нас в Уфе, особо ничего не изменится. На эти точки, возможно, выйдут новые музыканты, которые на улице раньше не играли. А те, кто играл раньше, они также продолжат играть, особо ничего не поменяется. Мне кажется, что это было бы нормально. То есть это было бы, ну, не то что цивилизованно, а по крайней мере уже ты знаешь, что вот у тебя во столько-то, во столько-то железобетонно есть, значит, время и место. Ты пришел туда, отработал свое. Но пока обителью уличной музыки в Уфе остаются переходы. А у некоторых музыкантов есть мечта – выйти из-под земли и в открытую заявить о себе. Я уже не первый год, естественно, играю в Уфе. И когда вот эта волна стала все нарастать и нарастать, и нарастать, и я стал замечать достаточно много ребят, интересно играющих и поющих, вот, у меня появилась мысль, чтобы вот этих ребят взять и собрать, и сделать маленький фестивальчик уличных музыкантов. Половина уфимских музыкантов показывает высокий уровень мастерства. И кто знает, быть может, в одном из переходов прямо сейчас играет новая звезда по имени Солнце. Егор Полторыхин, Лилия Галямова, городской телеканал ЮТВ. Уже в четвертый раз в горах республики Башкортостан состоится семейный фестиваль «Маледак» и самая технически сложная гонка на Урале «Маледак Ультра». В этом году ожидаются участники более чем из 30 регионов – от Москвы до Красноярска. До старта осталось всего 16 дней. Сейчас мы каждую неделю уезжаем на трассу. Особенно забеги отличаются тем, что они обычно проходят по существующим тропам. У нас есть места, которые до нас никто там не бывал. То есть мы их сами прорубаем, мы чистим завалы лесные, разбираем, косим траву там, где надо. Частично, естественно, существующие тропы, частично что-то новое. Ну и в том числе сейчас, да, идет подготовка номеров, сортов пакетов. Все еще это вот сейчас как раз в активной фазе. Для участников забега предлагают несколько дистанций. Детская на 500 метров, а также на 5, 22, 40 километров. И впервые в этом году организаторы решили провести ультрамарафон на 100 километров. Трасса ультрамарафона проложена по живописным хребтам Южного Урала – Маледак, Машак, Кумардак. Дистанции проходят по пересеченной местности, горным тропам, Курумнику и Диким лесам по красивейшим горным вершинам. Давно уже смотрим вокруг и на многих других мероприятиях существуют, в том числе, ультрамарафоны. Вроде и запрос есть, и людям интересно, и нам захотелось попробовать что-то большое и глобальное. В этом году первый раз такая дистанция 100 километров, набор высот большой, 3,5 километра. И в том числе этот забег является отбором QT&B, забег вокруг Бомблана. Уже сейчас на участие в ультрамарафоне зарегистрировалось 50 человек. Организаторы ожидают около 70. Один из них – Денис Кузьминых. Он работает техником связи в компании Уфанет. Любимое хобби – бег. В том году на Маледаке он пробежал 40 километров. В этот раз побежит 100. Хочется попробовать. Если боишься и не попробуешь, то потом будешь жалеть, что не попробуем. Страх, конечно, есть. Есть того, что не пройдешь дистанцию. Но очень хочется. Контрольное время, которое дается на преодоление этой дистанции – 20 часов. Заявки на участие еще принимаются. Но не стоит забывать, что Маледак – это семейный фестиваль. И здесь найдется место всем. Развлекательная программа, детский лагерь и детский забег. А также трасса в 5 километров, где абсолютно каждый может попробовать себя. На эту трассу регистрация также продолжается. Там организаторы вообще клевые. Такое мероприятие суперское. Ну, дух захвата. Там и для детей все организуют, и для взрослых. Даже не то, что побежать, просто сходить на Груну, на Малину, на Ялангас. Ну, атмосфера вообще огонь. Стоит отметить, что с каждым годом организация фестиваля становится лучше. В этом году он стал возможен благодаря грантам президента Российской Федерации и Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан. Все подробности о том, как принять участие и приехать на фестиваль, вы можете найти на официальном сайте maledak.ru. Анастасия Худик, Руслан Габидулин, городской телеканал ЮТВ. Руслан Габидулин, городской телеканал ЮТВ. Руслан Габидулин, городской телеканал ЮТВ. Руслан Габидулин, городской телеканал ЮТВ.